Всем привет! С вами снова Михаил Прыгунов. Надеюсь, что у вас все хорошо. За более чем 10-летний опыт регулярных тренировок в тренажерном зале я построил тело своей мечты. И сейчас я увлечен кроссфитом. И предлагаю вам разобраться вместе в том, что это такое. И сегодня мы рассмотрим очень популярное в кроссфите упражнение под названием мах гири. По-английски kettlebell swing. Мах гири это отличное упражнение, которое задействует огромное количество скелетных мышц. Плюс оно очень функциональное и естественное. Что значит естественное? Значит, человек должен мочь его повторить, увидев то, как оно делается. Вообще кроссфит это о функциональности и упражнениях, которые применимы к обычной реальной жизни. Итак, на что нужно обратить внимание, выполняя мах гири? Исходное положение. Ноги ставим на ширину плеч. Носки слегка развернем в стороны. Берем гирю. Но берем гирю не так, как мы, может быть, будем брать, если мы вообще ничего не понимаем в тренинге. А берем ее правильно, согнув ноги, прогнув поясницу, чтобы исключить нагрузку на позвоночник. Друзья, вы, я надеюсь, уже понимаете о таких базовых, элементарных вещах, как подъем груза с пола. Итак, берем гирю и выполняем движение, которое называется мах. Это очень простое движение. Оно очень естественное. Если вы новичок, совсем новичок, то я рекомендую вам начать с гири небольшого веса. И вы можете для того, чтобы начать понимать это движение, начать понимать его амплитуду, динамику, механику, делать мах до середин, до уровня груди, до горизонтали с полом. Так будет вам очень легко понять в начале своих тренировок, как должно выглядеть это движение. После того, как вы уже освоились и поняли, что нужно делать для того, чтобы выполнять мах в гири до середины, до уровня горизонтали, вы можете переходить к выполнению по полной амплитуде. Технические моменты относительно техники выполнения. В первую очередь, это мощное инерционное движение. Вы должны за счет силы мышц ног и спины вытолкнуть тазом к гирю вперед и придать ей инерцию. Должна быть фаза полета. Гиря должна полететь. Вы не должны ее поднимать за счет силы передних и средних дельтовидных мышц. Это никакая не протяжка, это никакие не медленные подъемы, это мощный взрывной мах. Основные мышцы, которые участвуют в этом движении, это мышцы ног, мышцы спины, ну и, конечно, мышцы плечевого пояса. Выполняя движение по полной амплитуде, в верхней точке ваши руки должны быть полностью выпрямленными и образовывать одну линию с вашим телом. Обратите внимание, что вверху гиря должна быть немного впереди. Это очень важный момент для того, чтобы у вас получилось выполнить все правильно. Потому что, если гиря окажется вертикально над вашими руками, то вам ее придется удерживать. Это дополнительное усилие. Но, а если гиря перейдет осевую линию и окажется позади, это еще более опасно. Вы можете ее не удержать, уронить себе на голову или на ногу или куда-то еще. Или она вообще может перелететь через вас и зашибить кого-нибудь сзади. Такое тоже может случиться. Будьте очень внимательны. Для того, чтобы правильно выполнить движение по полной амплитуде, вы должны быть скоординированным. Вы должны правильно, в правильном количестве придать усилие, придать ускорение гири, чтобы она оказалась именно там, вверху, где должна оказаться. Конечно, вы можете немножко скорректировать движение амплитуду плечевым поясом, мышцами плечевого пояса. Но все равно контролируйте усилие тоже очень внимательно. Правильно же? Ну, это как на педаль газа. Чуть-чуть не дожал, она не долетела до осевой линии. Чуть-чуть пережал, и все, и она улетела назад. Во время выполнения движения старайтесь не отрывать от пола ни носки, ни пятки. Так как гиря имеет достаточно внушительный вес, то может случиться так, что она начинает вами управлять. Ни в коем случае не допускайте этого. Не поддавайтесь ей. Вы должны управлять весом, а не он вами. Устойчиво стойте на полу, не отрывая ни носки, ни пятки, чтобы исключить всевозможные колебания вперед и назад и ненужные раскачки тела. Во время движения гири вниз вы должны плавно погасить ее скорость, чтобы она не упала на пол, чтобы она не утащила куда-то вас вперед или назад. Для этого ваши предплечья должны встретиться с бедрами. Они встречаются с бедрами и касаются бедер. Тем самым вы гасите скорость, переносите эту энергию снова на мышцы, тормозите движение гири и потом вновь мощным движением таза вперед, напряжением мышц спины и ног, вы выбрасываете гирю вверх. Итак, друзья, я постарался дать вам вектор направления на то, чтобы начать осваивать технику выполнения этого движения, нарабатывать повторы и потом, чтобы все у вас дошло до автоматизма и вы справлялись с махом гири вообще в легкую с закрытыми глазами. Под конец дам вам небольшое задание. Как мах гири сочетается с другими движениями в различных кроссфит-комплексах? Сочетается практически с всеми движениями абсолютно, в которых задействованы также те же мышечные группы, что и в махах. Но для начала самое простое, что вы можете сделать, совместить такое движение, как мах гири, с простейшими отжиманиями от пола и выполнить, допустим, 10 повторений махов, 10 повторений отжиманий. Связкой с двух упражнений выполнить от 3 до 5 кругов на время, естественно. Чем быстрее, тем лучше. Либо использовать другой метод, который очень часто используется в кроссфите, под названием 21-15-9. Это 3 круга с количеством повторений на уменьшение от 21 до 9. 21. Первый круг 21 повторения. И в том, и в другом движении во втором круге 15. И в третьем 9 повторений. Итак, начинайте с маха гири. 21 повторение маха, 21 отжимание. 15 махов, 15 отжиманий. 9 махов, 9 отжиманий. Также на время. Если вы заинтересовались настолько, что решили повторить все то, что я вам сейчас рекомендовал, выполнить эти задания, то, пожалуйста, пишите в комментариях к этому видео время, которое у вас ушло на выполнение. Мне будет очень интересно сравнить его со своим временем. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами был Михаил Прыгунов. Всем счастливо. До новых встреч. Бам-бам-бам-бам. Увидимся. Пока. А еще, а еще, а еще, а еще, а еще. А еще мне очень приятно, что сегодня снимает меня на камеру моя любимая жена.